Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня очень большая честь представить свой клинический случай, ну не свой, это также отделение химиотерапии, института онкологии. Мы бы хотели еще один случай вашему вниманию представить. Молодая женщина, как обычно это бывает в этих ситуациях, 24 года на момент первичной верификации процесса, анамнезаболевание началось в октябре 2010 года, когда произошел выкидыш самопроизвольный на раннем сроке гестации, 5-6 недель беременности, и после того, как было выполнено выскабливание полости матки, больная была отпущена под наблюдение. Но спустя буквально полтора месяца, повторный эпизод маточного кровотечения, больная с данными признаками госпитализируется в городскую больницу, где неудачная попытка остановки кровотечения, и все завершается ампутация матки. И уже на тот момент, по данным гистологического заключения, был верифицирован инвазивный трофобласт, однако почему-то пациентке никто даже не рекомендовал обратиться к онкологу, и уровень ХГЧ не определялся на тот момент. И дальнейшее уже прогрессирование заболевания спустя практически полтора года, это февраль 2012 года, с манифестацией неврологической симптоматики, это нарастающие по интенсивности головные боли, развитие левостороннего гемипореза и супора. И с этой клиникой пациентка была госпитализирована в отделении реанимации одной из городских клиник. При госпитализации выполняется МРТ головного мозга, по результатам которого мы видим массивное кровоизлияние, массивные зоны отека в правой теменной зоне, и по экстренным показаниям пациентке выполняется хирургическое лечение. Это декомпрессивное крайне утомие с удалением зон кровоизлияния, которые были определены при этом. На этом фоне состояние пациентки несколько улучшилось, однако спустя буквально неделю повторное ухудшение состояния, повторное развитие отрицательной неврологической симптоматики, уже с судорожным синдромом, синдромом, нарушением речи и развитием коматозного состояния. Повторное хирургическое лечение, повторное краниотомия, повторное удаление зон кровоизлияния головного мозга, и больная в крайне тяжелом состоянии остается в отделении реанимации. На тот момент, поскольку даже никто из врачей не мог предположить, что все-таки это трофобластическая болезнь, состояние больной оставалось крайне критическим, оно находилось в коме, на искусственной вентиляции легких, глубокая анемия со снижением гемоглобина до 60 единиц, и диагноз оставался неясным. И только после тщательной беседы с родителями пациентки было выяснено, что полтора года назад был выкидыш, и было маточное кровотечение, и была убрана матка, и только в тот момент заподозрили трофобластическую болезнь, выполнили анализ крови на ХГЧ, и цифра колоссальная – 115 тысяч. Впервые увидели мы пациентку именно в состоянии комы, когда она была в нейрореанимации, и тогда, конечно, мы сомневались, начинать ли лечить, и что делать дальше. Но все-таки мы пошли на определенный риск, мы начали лечить пациентку, которая находилась в коматозном состоянии. В качестве препарата мы выбрали основной препарат – это метатриксат. Доза его была достаточно высокая – 1000 мг на метр квадратный. Это была суточная инфузия с периодичностью каждые две недели, и таким образом мы выполнили три цикла. После первого цикла пациентка вышла из комы. После второго цикла она начала самостоятельно вставать. Она начала передвигаться, она стала учиться вновь ходить, читать, рисовать, писать. То есть она начала возвращаться к жизни. Таким образом, мы провели три цикла химиотерапии. Уровень ХГЧ снизился до 1000 единиц. Из осложнений мы наблюдали только гепатотоксичность, повышение трансаминаз. И в таком состоянии мы уже решили вопрос о том, чтобы интенсифицировать режим, и перевели пациентку с таким клиническим диагнозом к нам в центр. Диагноз звучал как трофобластическая болезнь, хореокарцинома матки, состояние после ампутации в 2010 году, метастаза в головном мозгу с февраля 2012 года, состояние после двух декомпрессивных крайнеутомий и на фоне химиотерапии метатриксата, группа высокого риска рецидива. Но после того, как пациентка была переведена к нам, естественно, мы выполнили компьютерную томографию. Она уже была более-менее сохранна. И при этом мы обнаружили метастатическое поражение легких, метастатическое поражение селезенки. И что больше всего нас изумило, это образование в левом предсердии оказалось это тромб. И соответствующим образом мы выполнили эхокардиографию. И вот по данным эхокардиографии в левом предсердии флотирующий тромб, который занимал практически всю полость предсердия. И, конечно же, у нас опять встали опасения, что же делать дальше в этой ситуации. Но один раз мы рискнули, мы решили пойти на риск повторно. Потому что кардиохирург, который консультировал, он отказал ей в хирургическом лечении и отказал в выполнении тромбоктомии в связи с наличием такого заболевания. Но мы все-таки люди рискованные. Мы пошли на второй риск уже в отношении этой девочки. И с мая 2012 года мы перешли на режим ЕМАКО. Стандартный режим, стандартные дозировки. Суммарно мы провели 6 циклов. После 3 циклов была полная нормализация уровня ХГЧ. 4, 5, 6 циклы были выполнены уже с консолидирующей целью. И эффект лечения потрясающий. Полный регресс, полная нормализация маркера. Вот так вот выглядит МРТ головного мозга. В последующем пациентке были выполнены 2 реконструктивных пластических операции по восстановлению целостности костей. Вот так выглядит полный регресс в легких. Вот так выглядит полный регресс в селезенке. Можно назад вернуться? И вот так выглядит полный регресс тромба в сердце. И если мы посмотрим на всю ленту событий. Анамнез заболевания начался с 2010 года. В июле 2012-го нами достигнут полный регресс. И на сегодняшний день пациентка жива. Сохраняется полный регресс. Она социальна. Да, у нее сохраняется определенный неврологический дефицит. Но тем не менее она абсолютно социальна. Она воспитывает девочку. Все прекрасно. И в заключении мне бы хотелось сказать, что только благодаря наиболее эффективным режимам химиотерапии, строгому следованию алгоритма, в зависимости от рисков, которые мы определяем у пациентки, мы можем добиться такого успеха. Цена неопытности или цена незнания – это цена жизни наших вальных. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...